Разрешить жителям Крайнего Севера передвигаться на снегоходах по замерзшим водоемам или нет? Этот вопрос оказался актуальным только для нашего региона. Но маленький шанс положительного решения вопроса еще есть. Жители поселка Бугрино озвучили представителям власти наиболее важные проблемы. На острове Колгуев делегация во главе с заместителем губернатора побывала накануне. Ненецкий округ присоединился к всероссийским акциям, приуроченным к годовщине снятия блокады Ленинграда. В социально-гуманитарном колледже имени Волучейского прошел исторический квест. В Пустозерске планируют возобновить строительство экспозиционного комплекса под открытым небом. На завершение строительства потребуется порядка 14,5 миллионов рублей. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирины Никешина. Здравствуйте! Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям отклонил в среду 23 января законопроект, которым предлагалось разрешить движение и стоянку техники повышенной проходимости снегоходов, снегоболотоходов, водоохранных зонах районов Крайнего Севера. Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в июле 2017 года собранием депутатов Ненецкого округа. Разработчики предложили внести изменения в Водный кодекс Российской Федерации, чтобы жители населенных пунктов в районах Крайнего Севера могли передвигаться на снегоходах и снегоболотоходах при пересечении ледовой поверхности водного объекта без оформления разрешительных документов на водопользование. По словам председателя Думского комитета Николая Николаева, по данному законопроекту комитет провел несколько совещаний. Более того, мы запрашивали регионы, есть ли у них такая проблема и насколько она актуальна. Однако, к сожалению, регионы не поддержали эту инициативу. Нам так и не удалось получить статистику и, похоже, она в большей степени касается нескольких муниципалитетов отдельно взятого округа. При этом от инициаторов законопроекта вообще не было получено ответы и статистики. Отрицательное заключение на законопроект поступило из правительства Минприроды и Государственного правового управления президента. Кроме этого, были проведены консультации по законопроекту с представителями Минтранса, у которых возникли вопросы, связанные с организацией дорог и переездов. Николаев обратил внимание, что водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются для экологической охраны водных объектов. Их главная цель – предотвращение загрязнения, засорения, заеления водных объектов и истощение их вод, а также сохранение среды обитания, водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Законопроект отменяет запрет на движение и стоянку снегоходов и снегоболотоходов, но не предусматривает при этом никаких экологических требований. Он также сообщил, что ранее на рассмотрение Госдумы уже вносились аналогичные законодательные инициативы, но все они были отклонены при рассмотрении в первом чтении. Вместе с тем, как отметили участники заседания, вопрос с передвижением техники повышенной проходимости в водоохранных зонах районов Крайнего Севера важен для территорий, где невозможно зимой передвигаться другим видом транспорта. Учитывая необходимость решения вопроса с передвижением на таких территориях, отправим письма вице-премьерам правительства Алексею Гордееву и Юрию Трутневу, с просьбой высказать свою позицию, предложил Николаев. Члены комитета поддержали данное предложение. А на болевшем формате вопрос-ответ жители поселка Бугрино озвучили представителям власти наиболее важные проблемы. На острове Колгуев делегация во главе с заместителем губернатора НАУ Михаилом Васильевым побывала накануне. Так, одна из главных проблем местных жителей – отсутствие собственного здания для начальной школы сада. В 2015 году помещение, где располагалось образовательное учреждение, признано аварийным. И малышей временно разместили в административном здании с расчетом на то, что в Бугрино завершится возведение объекта, предусмотренного для дошкольников и учеников начальных классов. Новая школа-сад на 80 мест должна была открыться еще в 2012 году. Впрочем, возвели лишь каркас здания, после чего работы на объекте приостановили. Руководство Заполярного района расторгло контракт с недобросовестным подрядчиком. Год спустя строительство объекта возобновила новая компания. Но и она заморозила работы без объяснения причин. Пока единственный реальный вариант выхода из ситуации – реанимировать старое здание образовательного учреждения. Старую часть здания, в принципе, ее можно, как я называю, реанимировать, восстановить. Потому что, да, там действительно, а вот пристройку, где котельная, ее придется снести, убрать, но при этом можно будет поставить тоже какую-то пристройку для современных котелков, чтобы отопление сделать. В принципе, это все реально. Я сейчас предварительно посмотрела, да, мы отправим в центр стройзаказчик в ближайшие дни сюда. Они все замеры сделают, я попросила, чтобы мне дали еще технический паспорт, чтобы по нему прикинуть хотя бы, ну, порядок цифры, сколько это может стоить, да. И капитальные ремонты, там делаются проектные решения только на те части, которые необходимы. Поэтому я думаю, что это гораздо быстрее будет. И обследуем. Еще одна тема, о которой шла речь на встрече – отсутствие качественной питьевой воды. Централизованного водоснабжения в Бугряно нет. Сейчас люди вынуждены набирать воду в реке Бугрянка, что в шести километрах от поселка. Как сообщила гражданам заместитель главы администрации Заполярного района Надежда Михайлова, в этом году в поселке введут в эксплуатацию блочную водоподготовительную установку. Первый этап – это все-таки поставка блочно-модульной водоподготовки. Там будет предусмотрено забор в летний, весенний, осенний период с моря. Вода будет опресняться, то есть вода будет питьевого качества. В зимний период для того, чтобы можно было ездить по тундре, будет пригнан сюда трекол, привезен вместе с БВПО. В зимний период он пройдет, и будет подвозиться вода БВПО. Это первый этап. По сетям, которые у вас сейчас проложены, мы их должны обследовать, посмотреть, на самом деле, в каком они сейчас состоянии, потому что запитывать их сейчас от БВПО смысла нет. Поэтому в любом случае население будет обеспечено питьевой водой. Были озвучены в ходе встречи другие вопросы. Михаил Васильев поручил представителям профильных департаментов обратить внимание на просьбы сельчан и рассмотреть возможность урегулирования проблем в рабочем порядке. Ольга Руслова, Алина Ваучейская, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Отопительный сезон в муниципалитетах НАУ проходит в штатном режиме. Об этом на заседании комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду доложили главы муниципальных образований. Представители ресурсоснабжающих предприятий также отметили, что работают в нормативном режиме. Все объекты готовы к отопительному сезону, проведены профилактические мероприятия. Всего за отопительный период 2018-2019 годов на объектах тепла, вода и электроснабжения произошло 66 инцидентов. Все они устранены в нормативный срок. Самым резонансным инцидентом стало отключение котельной номер 3 поселка Факел, которое произошло 22 января. Ликвидация технологического инцидента прошла в штатном режиме и заняла менее трех часов. В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятий по подготовке объектов инфраструктуры КОЗП было предусмотрено 63,5 миллиона рублей. По состоянию на 1 января кассовое исполнение окружного бюджета муниципальными образованиями составило 97,5%. Это связано с тем, что муниципальное образование город Наринмар из 41 миллиона бюджетных средств, выделенных в 2018 году, освоило только 30 миллионов рублей. При этом все запланированные мероприятия были выполнены. Глава муниципалитетов НАУ поручено до 1 марта 2019 года предоставить в департамент свои планы по капремонту объектов коммунальной инфраструктуры на три года вперед, до 2021 года. Жители микрорайона Сахалин жалуются на качество работы коммунальных служб. Одна из дворовых территорий по улице Сахалинской не убирается уже долгое время. Это не только затрудняет возможность проезда автомобилей, но и доставляет неудобства для пешеходов. Все подробности далее. В наступившем году этот участок не убирали еще ни разу. Так нам сообщил председатель ТОСа Сахалин Сергей Клокотов. Причем следы техники на въезде отчетливо видны. Вот только заезжать во двор коммунальщики почему-то не стали. Попытка была, кто-то какой-то Амкадор приходил, попробовал, но все бросил, ушел. Так что, ну а жильцы, бабушки, да и мамы беспокоят, звонят, когда расчистят дорогу, когда будет хороший проезд. Проезда нет. Проход можно только на улице проехать. Даже с санками не против, потому что ухабы. С поздней осени 2018-го таких проблем не было. За участком следили постоянно. Сергей Клокотов признается, уже не раз обращался в чистый город и администрацию окружной столицы. Результата пока нет. Если смотреть на ширину проулка, то он больше шести метров. Здесь проходит спокойный Амкадор, проходит грузовая машина, так что здесь никаких препятствий нет. Проехать могут. То есть они говорили, что тут меньше пяти, поэтому не проехали. Если меньше пяти, то они чистить не будут. Но здесь больше пяти. Комментируя ситуацию, в чистом городе пояснили. Техника на месте действительно была, но работа мешал оставленный на дороге автомобиль. Специалисты пообещали уже в ближайшее время расчистить территорию. У жителей Качгарта коммунальщикам серьезных претензий нет. Единственное пожелание – убирать снег поближе к заборам. По словам Людмилы Ульяновской, даже услуги частников пока не нужны. В прошлые зимние сезоны, когда снега было гораздо больше, приходилось неоднократно заказывать технику. Вот когда возникают вот такие вот сугробы, это не намело. Это сугробы возникают от чистки снега. Мы убираем свои дворы, подъезды. Тут уж мы не можем с них требовать, чтобы вот эти вот сугробы, вот такие наносы, чтобы они убирали. Это наша проблема. Единственную по-настоящему серьезную проблему в микрорайоне уже решили. До Нового года плохо убирали участок от начала Морской улицы. Но примерно неделю назад, по просьбам жителей, здесь побывали представители городской администрации. И сейчас дорога рядом с домами 4, 6, 8 и 10, что называется в нормативном состоянии. Иван Кутенников, Сергей Качегов, Телеканал Север. В Нинецком округе набирают волонтеров для очистки побережья Баренцево моря. Летом 2019 года в поселке Ходовариха они займутся ликвидацией последствий антропогенного воздействия прошлых лет. Об этом сообщает компания-организатор экспедиции «Май Арктик». Летний волонтерский лагерь будет работать в пять смен по две недели. Организаторы предоставят трансфер от Наринмара до Ходоварихи и место для проживания в палаточном лагере. Питание и прочие расходы за свой счет. Волонтеры займутся очисткой территории полуострова от последствий антропогенного воздействия прошлых лет, проведением восстановительных работ объектов инфраструктуры и созданием музея Ходовариха. Программа рассчитана на два года и продлится до конца октября 2020 года. Поселок Ходовариха расположен на полуострове Русский заворот в Баренцево море. В 30-е годы там были открыты маечный комплекс и морская гидрометеорологическая станция. Сейчас от поселка остались лишь разваливающиеся здания и заброшенная техника. Как отмечают организаторы, полуостров Русский заворот за исключением небольшой территории поселка входит в состав государственного природного заповедника Ненецкий. Ненецкий округ присоединился к всероссийским акциям, приуроченным годовщине снятия блокады Ленинграда. В преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады волонтеры Победы проводят ряд мероприятий, посвященных этой памятной дате. Первыми окунулись в историю окружные школьники и студенты. В социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского прошел исторический квест. Тему продолжит Александра Литкова. По звездочкам? По погонам, точно. Блин, я же изучала погоны. Определить по фотографии, кто из представленных людей генерал для десятиклассницы Вероники Котовой было не самым сложным заданием. Сложнее было определить по азбуке Морзе место наступления вражеских войск. Впрочем, всероссийский исторический квест «Блокада Ленинграда» для того и проводится, чтобы молодое поколение могло на себе почувствовать, что пришлось пережить жителям осажденного города. Мне всегда была очень интересная история наших предков. Я считаю, что ее нужно чтить, помнить подвиг наших предков. И я считаю, что это отличная возможность проверить свои знания и почтить, так скажем, нашу историю. Потому что это была великая история, что 872 дня блокады – это действительно нужно об этом знать. И я хочу, чтобы мои ребята, с которыми я тоже очень хорошо общаюсь, тоже приобщались к истории и тоже ее изучали хорошо и знали. Участники должны пройти 8 станций и на каждой выполнить задание. Например, определить вес нормы выдачи блокадного хлеба. На ответ отводится всего 7 минут. После выполнения задания команда получает подсказку, указывающую на следующую локацию. Такой формат мероприятия выбран не случайно, поскольку дает возможность изучать историю в увлекательной форме. На участие подали заявку 8 образовательных организаций. Соответственно, 8 команд сегодня примут участие. Все будут проходить по определенным станциям, заранее уже определенным. И соединены они одной сюжетной линией, которая основана на реальных событиях. Это и воспоминания ветеранов, и исторические справки. Команда Сергея Безумова справилась со всеми заданиями на отлично и заняла первое место. Как признается сам Сергей, к истории у него особый интерес. Хочу узнать, как там мы жили. Все побольше узнать об этой ужасной войне и об логателе Ленинграда. Командашо недалеко от нас. Второе место разделили сразу несколько команд. Это сборные 4-й и 1-й школы, Ниньского аграрно-экономического техникума и 3-й школы. Третье место досталось команде Ниньского профессионального училища. Все участники получили дипломы, грамоты и поощрительные призы. Александра Литкова, Леонид Шушевов, Телеканал «Север». Госпрограмма в действии. В Пустосерске планируют возобновить строительство экспозиционного комплекса под открытым небом. Возведение объектов культурного наследия было начато в 2012-м, но затем приостановлено. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принято накануне на очередном заседании администрации Ниньницкого округа. На завершение строительства потребуется порядка 14,5 миллионов рублей. Пустосерское городище пользуется все большей популярностью у туристов. Сотрудники культурного учреждения отмечают, что только за январь заповедные места посетили порядка 40 человек. Проводим экскурсии мы как? Мы собираем группы музея-заповедник сам, везем на своем транспорте. У нас две пассажирские кибетки, два снегохода. То есть мы, как сказать, людей инструктируем, усаживаем в кибетки, не спеша едем. Проводим экскурсию в Пустосерске. Там у нас обзорная экскурсия, потом есть возможность отдохнуть, попить чаю. То есть вот такая получается насыщенная, ну и довольно-таки интересная поездка в Пустосерск. Нужно отметить, что 2019 год юбилейный для первого заполярного города. 520 лет со дня основания. При этом научные сотрудники напоминают. Пустосерск – достояние, требующее бережного отношения. Это единственный памятник федерального значения в Нинницком округе. И одно из условий его посещения – запрет на проезд и стоянку транспорта. Границы городища отмечены по периметру информационными аншлагами, где перемещение возможно лишь пешком, на лыжах и снегоступах. Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия влечет за собой наказание в виде штрафа. Всадник, скачущий впереди Аркадию Петровичу Гайдару, исполнилось 115 лет. Именно к этой дате Нинницкая центральная библиотека имени Печкова организовала выставку, посвященную писателю. Судьба барабанщика, Чук и Гек, военная тайна и Тимур и его команда – это лишь малый список произведений, написанных Аркадием Гайдаром. Увлекательность сюжетов, яркие персонажи, обширная тематика сделали книги популярными. Их героям хочется подражать. Дружба, честность, помощь и отзывчивость – такие качества нужны и нашему поколению. Именно поэтому сотрудники городской библиотеки проводят мероприятия для детей, посвященные творчеству и жизни писателя. Мероприятия, посвященные Аркадию Петровичу Гайдару, мы решили провести для детей, познакомить их с произведениями Гайдара, с этим человеком замечательным, потому что жизнь Гайдара была не столь, может быть, долгой, но она была интересной. И эти книги читаются до сих пор, особенно произведения Тимура и его команда. Выставка продлится до конца января, посетить ее может любой желающий. В Ненецком округе объявлен окружной конкурс детских рисунков на символ здорового образа жизни. Его проводит департамент, курирующий здравоохранение, а также Ненецкая окружная больница. На разработку символа ЗОЖ его описание отводится больше двух месяцев. Участие в конкурсе могут принять школьники с 1 по 11 классы. Символ ЗОЖ будет использоваться при проведении мероприятий в методических и информационных изданиях. Это буклеты и плакаты. Фото лучших рисунков разместят на сайте Ненецкой окружной больницы и социальных сетях. Символ здорового образа жизни может быть изображен в любом формате. Им может стать любой герой или объект. По задумке организаторов он должен нести здоровые эмоции, призывать детей и их родителей бережно относиться к своему здоровью. Участнику нужно дать имя своему герою, олицетворяющему здоровый образ жизни, а также придумать описание. Рисунок должен быть оригинальным и учитывать специфику Ненецкого округа, поясняют организаторы. Работы будут принимать с 1 по 19 апреля в Центре медицинской профилактики Ненецкой окружной больницы. Отправить рисунки можно и почтой с пометкой «На конкурс символ ЗОЖ НАУ». Итоги конкурса подведут до конца мая. Работы будет оценивать жюри, состоящая из специалистов здравоохранения, образования, социальной сферы и представителей общественных организаций. Победителей конкурса наградят дипломами и памятными подарками. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.